Питер ТВ 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 которые ходят на концерты и любят, в принципе, вот этот формат, вот это действо, оно очень помогает работать и создавать вот такие программы. А как часто бывает, что люди не могут усидеться в своем кресле и встают и начинают танцевать? Бывает и зачастую, просто у нас на самом деле при всем при том, что Россия считается традиционно страна холодов, зимы, тем не менее народ у нас очень темпераментный, очень зажигательный, и даже северные такие области, как Сибирь, как север нашей страны, Вологодская, Архангельская область, люди зажигают. Но женщины российские, это просто уникальное какое-то явление вообще в природе. Они очень любят красивую музыку, любят танцевать, и вот это очень приятно. Вы знаете, это интересное очень мнение, потому что, наоборот, многие говорят, что нашу публику очень сложно как-то вдохновить, зажечь, и, получается, ваши песни заставляют их действительно что-то делать, танцевать и подпевать? По-любому. И я всегда считаю и говорю об этом на своих концертах, что точно так же, как и работать, так же с таким же профессионализмом нужно учиться и отдыхать. То есть себя развлекать и получать какие-то положительные эмоции. Потому что если мы будем это делать с долей какой-то профессионализма и обдуманности, то, соответственно, мы будем хорошо отдыхать, а значит, хорошо работать. И поэтому из этого все одно за другое цепляется. Ведь можно просидеть весь концерт и что-то там закрепощенным, прослушать на своем уровне. Это тоже как один из вариантов. Но, тем не менее, я вот к этому стремлюсь в своих программах. Я хочу, чтобы люди у меня полностью расслаблялись, получали заряд положительных эмоций. Я всегда говорю, что у меня мужчины свободно приглашают женщин танцевать, а женщины там уже и говорить нечего, им вообще все можно. Очень интересно. Еще хотелось бы немножко про название вас спросить. Мне кажется, что оно у многих вызовет какие-то свои личные ассоциации. Но вот я поделюсь своими, что мне вот именно смутило слово «последний». Потому что сразу такой 19 век, это все очень романтично звучит, да? Но 19 век, там больше женщины популярны, они вот именно первый танец, как-то вот так вот акцент делали на нем. А тут последний, вот можете как-то еще немножко раскрыть это? Это как бы на самом деле игра слов, но вот по моему мнению, ну как бы я как думаю, смысл такой, что все-таки это, вы знаете, есть такая ностальгия, допустим, мы все там учились, заканчивали школу, потом институт, и на этих как бы были какие-то мероприятия, дискотеки, там танцы или что-то такое. И всегда очень важно было ассоциации такие, что вот мужчина стоит, парень молодой, и он хочет пригласить девушку, и он стесняется. И он понимает, что время-то уже заканчивается уже, и остался некий какой-то последний танец. И мужчина, молодой человек, он хочет очень сильно, чтобы этот танец подарила ему вот эта вот понравившаяся ему девушка. Вот, наверное, так. И все-таки последний танец — это некая ассоциация с последней надеждой. Вот так вот, последний танец, последняя надежда, вот что-то такое, какая-то перекличка. Но это не значит, что совсем последний, там все плохо, и все умерли, там последние шансы, и все прочее. Вот так. А завтра на концерте понятно, что ваш голос будет звучать вживую, а музыка, это будет тоже живые инструменты? Это будет, у меня коллектив великолепных музыкантов с консерваторским образованием, то есть ребята молодцы, и я очень доволен. Они все молодые, средний возраст, где-то 90-91 год, вот у меня коллектив рождения, и все ребята замечательные, они очень такие старательные, требовательные к себе, и это сказывается на работе. В общем-то, очень здорово, что есть такая возможность на таких площадках замечательных, как БКЗ Октябрьский, делать такие программы, создавать именно с живым коллективом. То есть если по прошлому году это был живой оркестр, струнная группа, то в этом году это будет коллектив именно моих музыкантов, и они мне очень здорово помогают, каким-то своим задором, какой-то своей энергетикой, вот это вот очень сильно поддерживает меня. Видела, что с вашей новой программы вы посетите сразу несколько городов, вот у меня здесь выписано Тула, Курск, Москва, Калуга, Южноуральск, Челябинск. У нас есть вопрос от нашей зрительницы Марины Ткач, она спрашивает, Сергей, скажите, а в Мурманске бываете с концертами? Если да, то когда будете? Конечно, да-да-да, и не так давно мы были и собираемся в Мурманск тоже, и география очень обширна, география очень обширна, и когда люди, я всегда говорю, когда люди иногда обижаются, говорят, Сергей, почему вот в наш город вы столько долгое время не приезжаете? Я всегда говорю, что это не столько зависит от артиста, мы бы с удовольствием поехали, но опять же, система эта концертная работа, она складывается так, что все зависит от местных прокатчиков, которые приглашают, и иногда, допустим, два города где-то на Урале мы едем, а город рядом, ну и было бы логично туда приехать, и люди ждут, а там, допустим, как-то тормозит прокатчик, и получается, мы проезжаем мимо. И люди обижаются, я стараюсь объяснить, что не все зависит от артиста, это не такая работа, как мы куда захотели, туда и поехали. Выстраиваться тур, и вот помимо перечисленных городов у нас будет Беларусь, то есть это конец марта, это великолепная страна, мы там уже третий, четвертый год уже туда приезжаем, в этом году будет Минск, это дворец республики, центральная площадка, и также шесть, по-моему, или семь городов самых крупных. Гомель, Могилев, Гродно, тоже великолепно там встречают, принимают, ну, очень хорошо, братья-белорусы. Есть несколько городов в России, это Санкт-Петербург, прежде всего, моя родина Новосибирск, и вот, пожалуй, Беларусь, вот где именно вот то, что называется ждут-ждут-ждут. Вот, кстати, про Петербург, очень часто я заметила, что вы начинаете свой концертный тур с этого города, и я слышала, что у вас с ним сильно очень много связано, в частности, вы начинали тут свою музыкальную карьеру во многом, и у вас есть вот и старая песня «Мой Петербург» с красивыми образами вот этих мостов и Невы, и новая песня, собственно говоря, «Бессонница», в которой вы тоже упоминаете Петербург, только там туманы. Конечно, конечно, с этим городом очень много связано, и прежде всего с точки зрения творчества, потому что много лет назад я сюда приехал и начинал свою концертную деятельность с маленьких ресторанчиков, каких-то клубов ночных, вот, и потом сложилось так, что стали узнавать потихонечку меня зритель, публика, и я перешел к моему другу Юрию Гальцеву в театр эстрады, вот, там на 500 мест площадка, вот, и таким образом потихонечку у меня в Питере стало складываться, и почему именно пытаюсь и стараюсь с этого города стартовать в Санкт-Петербурге, потому что здесь, вот, не боюсь этого слова, взыскательная публика, и когда Питер проходит, и проходит хорошо, проходит на ура, это вдохновляет, это вдохновляет раз, и уже ты не думаешь, вот, перечисленные города, ты уже знаешь, что там это точно будет хорошо, потому что здесь это как вот лакмусовая бумажка такая, которая, ну, любой артист, я думаю, мои коллеги тоже бы ко мне присоединились, Питер — это, в принципе, такая проверка, проверка любой новой программы, даже любой новой песни. — Сергей, а вот часто ли к вам подходят, может быть, поклонники с такими вот тоже пожеланиями или мыслями, идеями, что вот я вот еще в 90-х, вот как раз в этих ресторанчиках вас слышал, да, и теперь, и сколько это еще будет продолжаться, вот на такой эйфории как-то бывают люди? — Конечно, и много в городах, особенно, где мы никогда не были, в небольших городах, и приходится к гастрольной туре ложиться так, что мы туда приезжаем, люди приходят с кассетами еще, то есть сейчас уже нет уже кассетных магнитофонов, приходят с кассетами, говорят, мы вас начали слушать вот с этих песен, иногда бывают такие, ну, такие немножко сатирические, комические ситуации, когда люди просят какие-то песни исполнить, там, 15-летней давности, там, 17-летней давности, я уже, честно говоря, сам забыл слова этих песен. — Ну, конечно, у вас 11 альбомов. — 11 альбомов и 5 уже или 6 программ, плюс программа отдельно на стихи Сергея Есенина. И я говорю, ребята, я уже сам забыл, они говорят, Сергей Петрович, да вы играйте, пусть музыкант, а мы сами споем, не переживайте, все будет хорошо. И, конечно, это очень приятно, я всегда с благодарностью отношусь к таким людям, которые вот именно у истоков, какие-то вот песенки еще совсем юного, там, Сергея Любавина, когда я только-только начинал, только пробовал что-то писать, что-то удавалось, что-то нет, но люди очень бережно к этому относятся, вот к этим кассетам и хранят автографы, вот это очень приятно. — Мы немножко уже затронули тему вашей команды, вашей музыки, у нас есть в связи с этим вопрос также от зрителя. Уважаемый Сергей Петрович, огромное спасибо вам за ваше творчество, ваши песни, настолько тонко чувство, человеческую душу, тембр голоса придает им свой неповторимый любовенский колорит, который сразу же запоминается слушателю. У вас в коллективе новые музыканты, в связи с этим возникает вопрос, как проходит отбор музыкантов? — Это очень сложный процесс, на самом деле, и очень мучительный для меня, в том смысле, что, во-первых, очень много в России и в Москве, в частности, великолепных музыкантов, и поэтому это само по себе осложняет выбор того или иного человека. А второе и самое важное, я очень бережно отношусь к людям, которые приходят ко мне в коллектив, и для меня такая мини-трагедия, когда человек по каким-то причинам, это могут быть разные причины, это могут быть, вот у меня, допустим, люди уходили, работала долгое время, там, Катя Орлова, саксофонистка, она вышла замуж, и они там с мужем, с семьей уже уехали в Австралию, она ушла из коллектива, еще там ребята вот уходили по каким-то, может, кто-то по семейным причинам, кто-то, может быть, ну, вот какие-то другие причины. Для меня это всегда, потому что я не такой человек, я не люблю такую вот ротацию частую, и я сам по себе такой человек, я, ну, даже, может быть, это банально как-то прозвучит, я очень редко меняю автомобили, очень редко, ну, все для меня, человек, который приходит ко мне в коллектив, он как прирастает, вот, и поэтому, когда приходят новые ребята, я, естественно, помимо профессиональных каких-то качеств, это человеческие качества, ну, чтобы человек был не скандальный, там не ругался в коллективе ни с кем, чтобы такая атмосфера была, ну, дружественная, хорошая атмосфера, вот, потому что коллектив, мой директор, это у них там своя кухня, они общаются вместе, куда-то ходят, когда свободный день есть в городе на гастролях, куда-то идут или в кино, или там посещают какие-то достопримечательности, то есть, ну, как-то живут своей жизнью, вот, такой полноценной, вот, и потому, конечно, здесь очень важно, что помимо профессиональных качеств, люди еще по человеческим свойствам подходили друг к другу и не напрягали. А также Лилия Батридинова спрашивает, какие качества вы больше всего цените в людях? — Наверное, какую-то порядочность, стабильность, я не знаю, что вот очень важно в нашей нестабильной стране, в нашем нестабильном, как бы, времени. Для России это вообще, в принципе, очень важный фактор, вот, какая-то стабильность, нам не надо каких-то всплесков, каких-то великих экономических революций, для России важна стабильность, вот, будет стабильно люди получать зарплату достойную, каждый день ходить на работу, и, как вот, по мановению волшебной палочки, в нашей стране будет все лучше, лучше, лучше. То есть, вот, годы, когда Россия находилась в спокойном состоянии, они это показывают. И это напрямую зависит от нашей профессии, потому что, когда людям хорошо, они получают стабильную зарплату, детки там в садике, в школе, все устроены, они с удовольствием ходят на концерты. И, соответственно, наоборот, когда какая-то дестабилизация, люди начинают думать, что вот куда-то, куда-что, и, соответственно, любая сфера бизнеса, в том числе там и шоу-бизнес, и концертная деятельность, она, естественно, не во благо, как бы, идет. Хотелось бы вернуться к теме музыки. Еще одна песня, которая вот недавно только вышла, называется «Старый друг». Мне бы хотелось узнать, все-таки, может быть, есть какая-то история, которая вдохновила вас написать ее из жизни? Это отчасти автобиографическая песня, отчасти собирательный образ, тут все как бы в совокупности, то есть впрямую не скажешь, что это вот история, там, из моей жизни, там, но и не скажешь, что у меня этого не было, таких каких-то подобных ситуаций. Это, на самом деле, песня, по большому счету, о крепкой мужской дружбе, о том, что это чувство нужно ценить, и что в твоей жизни, вот в моей жизни, в жизни любого мужчины не бывает много друзей, будет один-два человека, которых ты назовешь настоящими друзьями. И желательно, и о чем говорит эта песня, в принципе, если ее прослушать несколько раз, она и говорит о том, что очень важно это чувство пронести сквозь всю жизнь. Сквозь всю твою жизнь. Если это не получается, это, конечно же, такая трагедия для человека. На самом деле, очень нравится мне самому, получилась хорошая работа, и, в принципе, завтра тоже в БКЗ будем ее исполнять. Напоминаю нашим зрителям, что завтра в БКЗ Октябрьской вы сможете услышать новые песни Сергея Любавина. А сейчас мне хотелось бы, чтобы зрители попробовали немножко окунуться в атмосферу вашего творчества. Давайте посмотрим клип, который называется «Любовь моя». Он не новый, но тем не менее, чтобы вы смогли тоже прочувствовать музыку Сергея. Смотрим. За тот волшебный праздник, ежная моя, за то, что любишь всей своей душой, что мне с тобой так хорошо. Встречи мелькают страницы перелетные птицы. Лишь одна нам судьбою завещана. И когда все изменится, остается надеяться, о мужчине на мужчину, о мужчине на женщину. Сергей, в этом клипе мы видим, как ваша любимая женщина, она приходит к вам на работу и застает, что вас пытается обольстить секретарша или какая-то женщина с работы. Мне хотелось бы спросить, может быть, кто-то подумает, что это провокационный вопрос, но все-таки. Часто ли бывало, что ваши поклонницы или любые какие-то женщины ставили у вас в какие-то неловкие ситуации, ведь вы же женаты, у вас есть любимая женщина? Не очень часто, но такое, в принципе, бывает в жизни, в жизни артистов, в жизни любого другого мужчины. И как раз эта история «Любовь моя», клип на эту песню, это как раз совершенно такая, я бы даже сказал, в каком-то роде банальная история жизни. Это любовный треугольник, это роковая секретарша. Но на самом деле, как я всегда говорю, любая песня, которая мной написана, она всегда какой-то несет позитивный заряд. И по большому швейцарскому счету эта песня все-таки о вечной любви мужчины и женщины. Запретов для вас нет в творчестве от женщины любимой? Или бывают? Конечно, нет. Но это бы и глупо было, чтобы в творчестве любимая женщина ставила какие-то запреты. «Ты вот это пиши, ты это не пиши». Это неправильно. Она наоборот должна вдохновлять тебя? Конечно, конечно. А рождается та или иная песня, оно все равно во благо. То есть, это песня о неразделенной любви, о любовном треугольнике, или песня о мужской дружбе. Это не важно. У нас еще очень много вопросов от зрителей. Хотелось бы также их озвучить. На самом деле столкнулись с тем, что вам больше пишут вопросы-комплименты, как я бы сказала. Это очень приятно, потому что, видимо, пишут зрители, зрительницы, которые знакомы хорошо с творчеством. И я думаю, что есть такие среди них, которые уже знают даже, что я скажу в следующий момент. Я стараюсь импровизировать, конечно, изо всех сил. Но это уже... Мы с вашим опытом... Очень плохо получается, потому что очень часто... Вот вчера был в Колпе на концерт замечательный. Вот такой. Мы показывали новые песни, там какие-то сюрпризы. Вот все, конечно, не раскрыли. Все, завесу тайны. Завтра в БКЗ мы это сделаем. Но, тем не менее, на ура прошел концерт, и зал стоял на финальной песне. Вот для меня это такой критерий Ники, что людям понравилось. А если нравится людям, то, конечно, это окрыляет меня, моих музыкантов. И говорит о том, что то, что мы делаем, это не зря. Итак, вопрос. Сергей Петрович, здравствуйте. Очарована вашим творчеством. Спасибо вам за свет в душе и радость в сердце, которым вы осеняете своим голосом, своими песнями. Когда слушаю песни «Судьба Атаман, черный ворон», представляю, как вы всей семьей собирались и пели. Это было, наверное, невероятно красиво. Интересно, а сейчас случаются ли такие спевки? Если да, то что поете? Спасибо за ваш новый альбом. Замечательно. Будьте здоровы, счастливы и вдохновенные. Спасибо огромное. Ну, вот приведены песни как раз, это, когда я их написал, на заре туманной юности очень давно. Песня «Судьба» это больше 20 лет назад. Ну, «Черный ворон», понятная народная песня, которую я исполнил тоже в одноименном альбоме. Это 98-й год. Представляете? То есть это все с задавностью лет, все это дорогие для меня работы. И, в принципе, конечно, во-первых, у меня очень хорошо поет мама. И она всегда это делала. И мой брат, которого сейчас, к сожалению, нет уже с нами, он привил мне любовь к музыке, показал первые аккорды на гитаре. И то есть семья достаточно музыкальная у меня в этом смысле. Конечно, мы собирались, когда в кругу семьи, родственники приезжали, мы, естественно, пели какие-то народные песни, какие-то песни известные, такие военных лет. Все это, я думаю, в каждой российской семье есть. И вот, помятуя об этом, я тоже иногда очень аккуратно в свою программу ввожу такие песни, которые бы мы могли попеть вместе с залом. То есть это такой, как вам сказать, ну, не везде, наверное, и не каждый народ, вот собираясь, может быть, поет, какие-то, даже есть такая у нас целая тема, застольные песни. Вот. И это как раз вот этот формат, он такой же, только просто, если за столом умещается там 10-20 человек, то, соответственно, залы иногда набирают по 5 тысяч, по 4 тысячи. Когда все люди поют, объединенные каким-то единым порывом, какую-то очень красивую, хорошую, известную песню, то это само по себе уже некое такое действие. Действие, которое в эти три минуты, пока длится песня, людей сплачивает, ну, они становятся, души их настраиваются на одну волну, и просто у меня иногда, я вот слушаю, у меня дрожь просто, по телу от того, что, когда зал поет, я понимаю, что какая-то вообще мощь, какая у нас великая страна, и нужно работать, работать и работать. Вы говорили, что с мамой, братом, да, пели, а в вашей семье вот получилось, может быть, ваш сын подавал какие-то вот признаки того, чтобы на сцену выходить? Нет, ну, я его изо всей силы отговаривал от этого. На самом деле шутка, ну, у меня сын занимался спортом профессионально, и сейчас работа у него, его бизнес, он связан именно со спортивной деятельностью. Далек от музыки. Он далек, но, тем не менее, он с удовольствием всегда, особенно, когда в Москве концерты, он с удовольствием приходит со своей девушкой, со своими друзьями на концерты, где-то танцуют они, там, зажигают, то есть он находится именно в этом смысле, ну, где-то рядом, духовно. Вот, хотя сам он музыкой не занимается и слушает, я так подозреваю, что из того, что я слышу, он совсем немножко другую музыку, именно в силу возраста, там, 20 лет, западный рок, что-то такое, но пока, по крайней мере, все мы через это прошли, поэтому я нормально к этому отношусь. Очень интересно. Еще один вопрос. Любовь Рыжова. Здравствуйте, Сергей Петрович, большое спасибо вам за творчество. Случались ли с вами на гастролях какие-нибудь забавные случаи? Скажите, пожалуйста, в какие минуты к вам приходит вдохновение? Удачного вам концерта. Спасибо огромное. И забавных случаев очень много, на самом деле, случалось, но я не знаю, что-то, если вспомнить конкретно, тяжело, может быть, так вот сразу как бы огромное количество забавных случаев. Я даже не знаю, вся, в принципе, гастрольная деятельность артиста, да, с его коллективом, она состоит из каких-то мини-таких забавных случаев, которые либо мы сами превращаем в забавные истории, делаем это сознательно, чтобы как-то немножко осветлить вот эту вот тяжесть, там иногда бывают переезды у нас по 600, по 700 километров, там в машинах, в автобусах, вот, и без юмора здесь, конечно, никак не обойтись, потому что, если все серьезно это воспринимать, относиться серьезно, это будет просто тяжело. Ну, может быть, приезжали в город, а тут вы весь усталый после переезда, а тут вас вдруг там неожиданно встречают и кричат, Сергей Петрович, пожалуйста, там вот автограф там или еще что-то. Это обычная история, это не необычная. Это обычная история, не знаю, если я сейчас в процессе вспомню что-то, я расскажу. Еще один вопрос, Сергей Петрович, что вы вкладываете в понятие слова «свобода» и что значит для вас в жизни любовь в разных ее проявлениях к родине, к женщине, к музыке? Спасибо. Марина. Марина, очень хороший вопрос, серьезный, и на самом деле то, что русский человек вкладывает слово «свобода», это очень важно, и все произведения, которые написаны моими любимыми писателями, начиная от Гоголя, заканчивая Василием Макаровичем, Шукшиным, они, в общем-то, пытаются раскрыть вот это понятие глубинной свободы, свободы для русского человека, что это такое? Это, скорее всего, какое-то внутреннее, чувство, внутреннее чувство, то есть человек, вот русский, российский, он так устроен, он может быть связан с какой-то нелюбимой работой, или он, ну, сколько было примеров, там у Солженицына, человек годами сидит где-то в лагерях, но для него важно именно внутреннее чувство свободы, если он внутренне свободен, он может жить, творить где-то в неволе, писать какие-то рассказы великолепные, гениальные, создавать книги и все прочее, но если этой внутренней свободы нет, то тогда он как цветок, он начинает его видать, ну, это вот такая, на самом деле, большая тема, и тема ни одной передачи, мы можем ее как-нибудь развить, но, может быть, не сегодня. Хотелось бы от себя еще один вопрос задать, вот вы знаете, один раз мне понравилось, как вы сказали, что Любовь Испенскую и Шутинского продюсировала сама жизнь, вот интересно все-таки, кого вы считаете своим продюсером, вот именно вот я имею в виду в таком философском большей смысле, и не давят ли на вас сегодня законы шоу-бизнеса? Законы шоу-бизнеса, я думаю, давят на всех, и любой бы артист, может быть, пожаловался, может быть, даже поплакался, но мы этого делать не будем. Все приходящее, музыка вечная, и поэтому, а то, что касается каких-то учителей, естественно, ты только проживая какие-то свои концерты, какие-то свои программы, новые, создавая новые песни, постепенно становишься артистом. То, что касается именно певца Сергея Любавина, мне очень понравилось, как сказала Лара Фабиан в одном из интервью, она сказала, только к 37 годам я научилась петь. Я поняла, что такое пение, что такое звукоизлечение настоящее. То есть человек, такой одаренный, с такими возможностями, способностями от природы, она только уже в зрелом возрасте, ну, не зрелом, там, может быть, неверное нашло слово, но тем не менее, с годами человек понял, что такое по-настоящему стать певцом. И меня, конечно, вот умиляют вот эти вот все программы, которые сейчас шоу, когда там за два, за три месяца создают посредством телевидения, лепят новых звезд. Я их всегда называю одноразовые стаканчики шоу-бизнеса. Их также используют. Один раз где-то провезут по стране и выбрасывают. Вот это вот очень обидно и печально, потому что, ну, если вы взяли артиста, вы его ведите, как бы до конца делайте какие-то попытки помочь человеку или что-то такое, они так, что создали за несколько месяцев сто артистов, а потом, куда они все подевались, вообще непонятно. Вот это мне тоже, я понимаю, что молодые ребята, амбициозные, очень талантливые, когда они сразу получают не постепенно, как вот мы с вами говорили, Успенская, Шафутинский, преодолевая там преграды, какие-то трудности и становясь профессионалами, а сразу в 20 лет получают центральные каналы, получают центральные радиостанции. И у многих людей, я думаю, что просто молодых людей, просто башню просто сносит. В этом смысле они совершенно теряются. И еще большая трагедия, когда о них через несколько месяцев просто забывают. И человек без опыта, хлебнувший вот этой славы, такой, как знаете вам, налили там рюмку дорогого коньяка, потом выгнали из ресторана. Это очень страшно. И вот эти люди, которые это создают, они об этом не задумываются совершенно. Вот это очень печально. Поэтому, ну резюмируя, не хочу там на грустной ноте этот вопрос заканчивать, к молодым ребятам обращаясь, нужно просто работать, трудиться. Будет все в жизни. И взлеты, и падения, и какие-то месяцы, может быть, годы забытья. Но нужно верить в себя, верить в свою профессию. Если вы певец, верить в свой голос и двигаться вперед. Еще немножко про эстраду. Вот у вас был замечательный дуэт с Татьяной Булановой. Выходил клип «Цветок» уже тоже давненько. И все-таки вот мне бы хотелось спросить, возможно ли, на ваш взгляд, дружба в мире шоу-бизнеса. Вот вы, например, с Татьяной, вы помимо этого сейчас общаетесь? Конечно, конечно. Это просто, я считаю, Таня для меня, по крайней мере, те минуты общения, когда мы общались, я считаю, это золотой человек вообще. Помимо того, что она красивая женщина, талантливая актриса и певица, я вот просто, опять же, пометую вот эти проекты, вы не слышали, как она Патрисию Касс спела? Это просто, ну, это, я считаю, гениально вообще просто. Она открылась как актриса для меня лично. Вот. Она еще и замечательный человек, с которым очень приятно дружить и общаться. Просто само общение дает какой-то заряд позитивный, энергетический. А еще такие примеры, простите, есть? Очень много. И тот же Михаил Захарович, Шафутинский. Я очень тепло к нему отношусь. Мы когда вот, либо бархатный шансон, либо какие-то моменты сборные, концерты, и мы встречаемся, мы очень тепло всегда общаемся, и всегда есть о чем поговорить. И новые песни, которые там человек там ежегодно выдает, говорят о том, что с годами, вот как это, настоящий такой крепкий напиток, он становится все дороже и дороже. И вот это как раз из серии вот таких людей, как Михаил Захарович, как Михаил Таневич был, тоже у меня были месяцы общения с этим человеком, очень такие для меня хорошие. И я вот считаю так, что очень приятно, когда человек старше тебя, и с годами идут годы, и творческие, ты видишь, что человек только вверх, 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 вверх. Он не останавливается в своем развитии. Вот я бы про таких людей, им можно просто как бы памятник ставить, потому что они не перестают работать, не перестают удивлять свою публику. И, конечно, нам вот брать именно в этом смысле пример с них. Спасибо большое за ваш ответ. У нас остается буквально пару минут. Хотелось бы напоследок все-таки спросить про ближайшее будущее. У вас вышла новая программа. Будут ли новые клипы? Готовятся ли они? Знаете ли, где это будет? Конечно, сейчас, к сожалению, очень мало каналов, где показать эти клипы. Но, тем не менее, они есть. И, естественно, в перспективе мы задумываемся о том, что снять какую-то песню, может быть, это будет какая-то в связи с этой новой программой, оставь последний танец для меня, может быть, это какая-то зажигательная будет песня, веселая. И, в принципе, я, на самом деле, всегда подхожу к любой программе. Я считаю так, что концерт, допустим, у меня даже по БКЗ, это не то, что приехал Любавин, спел очередную порцию песен. На следующий год приехал еще очередную. Всегда должна быть какая-то мысль. У меня была программа «Признание», это симфонический оркестр, допустим, как какой-то гвоздь такой программы. Была программа песни на стихи Сергея Есенина. Там огромный блок. Это песни и мои, и лучших композиторов, которых я посчитал. Это большой блок были песни на стихи Сергея Есенина. Осидора. Да, Осидора, и Озорной гуляка, и прочее, прочее, прочее. И эта программа не является исключением из того, что в том смысле, что в ней тоже есть мысль какая-то. То есть просила публика, люди, которые любят ходить на концерты, надо немножко подвигаться, надо что-то это самое. И вот родилась эта идея, благодаря этим людям, оставь последний танец для меня. И я думаю, что через год, когда мы что-то будем планировать и думать, то, что касается БКЗ, обязательно будет какая-то в этом смысле, какая-то обязательно мысль в этой программе. Я настаиваю на этом, чтобы не просто новые песни, красивая музыка, но и какая-то мысль. Люди просто понимали, они шли, понимали, что есть что-то такое. Концерт ваш в канун 8 марта. Пожалуйста, вот на прощание. Обещала в анонсе, во-первых, спросить вас, как вы самые необычные удивляли женщины. И если, например, вы затруднитесь сейчас в этой, то может быть, просто пожелание своим поклонницам и нашим зрителям оставить? Ну, пожелание, прежде всего, я так и сказал, что мужчины, любите своих женщин, носите их на руках, в прямом, в переносном смысле. Потому что, допустим, то, что касается меня, я считаю, мне очень повезло с профессией, потому что вот 8 марта для каждого мужчины это раз в году, а для меня каждый концерт, каждый концерт это 8 марта. А когда их бывает 20 там или 25 в месяц, то есть, представляете, 25 дней в месяц 8 марта. И я всегда на каждом концерте, у меня есть номер даже, это женщина, я дарю женщинам цветы. Мужчина делает это раз в году, а я делаю это на каждом концерте. Поэтому для меня, конечно, в этом смысле это не секрет. То есть, я четко понимаю и задаю себе вопрос и мужчинам вопрос, что если делать это для своей любимой женщины ежедневно, дарить ей цветы, какие-то знаки внимания оказывать, просто говорить, какая ты у меня замечательная, какая ты у меня красивая, то все в вашей же жизни, в жизни любого мужчины, оно изменяется только к лучшему. Женщина начинает по-другому, другими глазами на него смотреть, сравнивать его, естественно, в плюс с какими-то другими мужчинами, и происходит вот это вот замечательное, то, что на небесах там что-то складывается. Вот это очень приятно. И, естественно, в заключение я бы хотел пригласить всех женщин, всех мужчин завтра, 5 марта, кто еще не успел приобрести билеты, дорогие друзья, приходите на мой концерт. Всех секретов мы, естественно, не открыли сегодня, это и не нужно делать, потому что это мое правило, я считаю, что не нужно, не нужно рассказывать. Приходите на концерт, все увидите. Спасибо большое, Сергей, что пришли к нам. Мы прощаемся с нашими зрителями до следующего прямого эфира. До свидания. Спасибо.